Возглавили турнирную таплицу, игра была через три дня, получается, с одной стороны, было тяжело команде, а еще, как вы считаете, довольны результатом? Ну, первое, я, конечно, хотел бы извиниться перед клубом «Иртыш», потому что у нас произошел конфликт автобусов, который, к сожалению, застрял в пробке. И это на самом деле так не должно быть, для нас это тоже неприятный такой остался отпечаток от пребывания в футбольном клубе «Иртыш». Поэтому хотел бы, чтобы руководство футбольного клуба «Иртыш», сам клуб, принял наши извинения, и мы надеемся, что такие казусы больше не будут повторяться. По поводу игры, конечно, мы результатом очень довольны, потому что мы имеем дополнительных три очка. Матч через три на третий день, конечно, он расслужен в отношении казуссанских футболистов. Ну, так, если вы посмотрите, он играет во многих чемпионатах, играют и в России так. По матчу у нас есть одна претензия, которую мы вчера, сегодня мы ее отправили в ПФЛ. Это по судейской бригаде, в основном по судям, которые были, как их называют, которые боковые судьи. Поэтому по этим судям у нас большой вопрос, и мы считаем, что такие судьи в премьер-лиге не должны работать, так как раз Федерация заявляет о том, что будет бороться с судейским корпусом, мы просим, чтобы Федерация обратила на это внимание, уделила именно этим судьям внимание, обратила внимание на те ошибки, которые были в этом матче, потому что создавалось впечатление, что неэффективное судейство могло вызвать очень негативную реакцию внутри стадиона, потому что болельщиков не обманешь. Это не только позиция футбольного клуба «Кайрат», это позиция болельщиков, потому что было видно, что происходит на поле. К сожалению, это подпортило немного сам матч, а так мы, конечно, зато очень довольны. Да, кстати, по статистике, действительно, вы считали 12 сайтов? 17. 17 даже, да? 17 сайтов получается. Нам тяжело комментировать, но мы, помимо нашей претензии, отправили наши видеонарезки, где все это видно, и хотели бы, чтобы Федерация вынесла все-таки какое-то решение, чтобы оно ответило нам, правильно судья работают, тогда вопрос снимается или неправильно, и что за этим последует после того, как будет принято решение по поводу именно тех судей, которые боковые, я ими хочу обратить внимание, именно на боковых судей, потому что мы не видим никакой реакции со стороны ПФЛ по отношению к судям. Что происходит с ними? Их отстраняют от матча, штрафуют. Вот что происходит, никто не знает. Мы хотели бы, вот именно, чтобы в нашем случае на это дали нам конкретный ответ. Если судья считают, если ПФЛ посчитает, что судьи работали правильно, у нас никаких претензий нет. Если они на самом деле ошиблись, просим, чтобы впредь эти судьи больше не работали на матче футбольных футболковых. Ну, то есть мы считаем, что должно быть какое-то решение. Вот, что после этого произошло, чтобы судьи понимали, что их ждет от неправильного судейства. А так мы можем хоть что-то говорить, а, к сожалению, никакие решения не принимаются. А по поводу сегодняшнего мероприятия, да, то есть мы очень хорошо знаем, что футбольный КРА является, наверное, единственным в стране, да, имеющий такую базу, создающий такие условия именно для развития детско-юношеского спорта, да, футбола в частности. Можете вот рассказать о планах на будущее? Вы знаете, мы изначально взяли политику именно развития футбола как профессионального клуба. Вот это очень важная вещь. Что такое себя подразумевает профессиональный клуб? Это не только, что у тебя есть болельщики, футболисты, у тебя есть стадион, но именно развитие от развития детской академии заканчивается самой командой. То, что мы сделали, это не то, что там что-то мы придумали. Это, в принципе, так работает во всех клубах, в правильных клубах. Посмотрите, за последние 20 лет у нас единственный стадион, который построил президент нашей страны в Астане. Больше ничего не построено. И если смотреть на футболистов, которые играют в клубах нашей премьер-лиги, я примерно понимаю, какие бюджеты в клубах. То, что говорят, у Кайрата там большой бюджет, да, он может быть и больше, чем у других клубов, но у нас половина, 50% бюджета уходит на развитие инфраструктуры, на создание условий для молодых футболистов, потому что это будущее нашего футбола. Мы этим занимаемся профессионально. Можно по-разному заниматься этим вопросом, но именно профессионально заниматься, это, наверное, самая именно та цель, которую мы преследуем. Потому что родители тоже должны понять, что они хотят от своих детей, чтобы они были профессиональными футболистами или они просто занимались футболом для себя. Поэтому мы и создаем такие именно профессиональные условия для развития. Мы прекрасно понимаем, куда мы идем. У нас есть четкая философия развития именно по каждой группе. Почему мы строим, заканчиваем всю нашу инфраструктуру и надеемся, что мы пойдем дальше. Мы хотим охватить Алматинскую область, хотим там посмотреть, потому что все-таки, если город Алмата посмотреть, с учетом Алматинской области, это около двух миллионов людей, может быть, даже больше. Поэтому основная наша задача – это уделить внимание детскому футболу, уделить внимание развитию и обучению детских тренеров, уделить внимание профессиональному футболу. Мы эти все три вопроса соединили в один, и у нас это все работает. К сожалению, от начала чемпионата, вот эти пять туров, они показали, что у нас инфраструктура ни в каком городе не готова, кроме Алматы и Астана. Потому что мне очень много жаловался и главный тренер, и футболисты, что они играют на полях, на которых просто невозможно играть. Это не футбол для зрителей, это футбол для того, чтобы показать, что у тебя есть команда в этом городе. И на это надо обратить внимание. Уже матч со сборной Исландии показал, что мы, к сожалению, не на правильном пути. Мы, к сожалению, пригласили очень много футболистов, которых легализовали, но они не дали никакого эффекта развития казахстанского футболу. Мы единственный клуб, который перед началом чемпионата подали резолюцию, чтобы отменить легионеров, оставить систему не сейчас, которая есть 7-5, а сделать 5-3, чтобы больше мотивировать казахстанских футболистов. Исходя из этого, мы уже можем понимать, что мы будем иметь более профессиональных футболистов именно с казахстанским гражданом, которые именно воспитываются здесь. Наш клуб именно занимается этим. Занимается воспитанием футболистов, подготовкой для профессиональных команд.